В результате аварии автобуса на юго-востоке Польши погибли украинцы. Это подтвердил ЕТВ-консул Украины влюбление Юрия Кучерявы. Также он сообщил, что автобус украинской регистрации, а все, кто были в нем, граждане Украины. Нам известно, что это был туристический автобус, который ехал по маршруту Львов-Вена-Будапешт-Львов. В автобусе находилось 54 человека, из них 51 пассажир. Пока неофициально погибло 3 человека, 37 человек с серьезными травмами находятся в больницах. Наш консул выехал и будет работать на месте. Все пострадавшие – граждане Украины. Воеводская станция аварийной помощи в Перемышле на своей странице в Фейсбук сообщает, что погибли 3 человека, а 11 серьезно травмированы. Один человек считается пропавшим без вести. 39 получили травмы, которые не представляют угрозы для жизни. Пострадавшие госпитализированы в больнице шести городов. Перемышль, Леска, Санак, Джозеф, Ярослав и Устшики-Дольни. Семьи пострадавших могут получить информацию о их судьбе по номеру горячей линии Консульства Украины в Люблине. Экскурсионный автобус, который вез туристов из Львова в Вену, поздно вечером вылетел с дороги на резком повороте в районе села Лещава-Дольно. Скатился с высокого склона и перевернулся несколько раз. Автобус имел украинскую регистрацию, вез 54 туриста из Львова, в том числе детей. Он направлялся к границе со Словакией. Четыре раза с начала суток российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины на Донбассе. Тяжелое оружие не применяли, как рассказал телеканал ЕТВ. Представитель предсцентра операции объединенных сил Вадим Бакай. Потерь в рядах защитников Украины в результате ночных обстрелов нет. Российско-оккупационные войска применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по позициям в Крымском, Широкино, Лебединском и дважды по защитникам Павлополя. Кроме этого, около 6.30 утра. В течение 20 минут враг выпустил около 20 мин 82-го калибра по нашим защитникам Авдеевки. Двое украинских военнослужащих получили ранения за минувшие сутки. Российские оккупанты 40 раз открывали огонь, в том числе из запрещенного минскими соглашениями вооружения. В частности, из 82-мм минометов российские наемники били по позициям в Чермалыке. На других участках линии обороны боевики вели огонь по защитникам Украины из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По данным украинской разведки, за минувшие сутки двое оккупантов уничтожены, один получил ранение. Флаг Invictus Games Сидней-2018 подняли в честь раненых военнослужащих всего мира. С помощью дрона его запустили в Небово в парке Национального университета обороны имени Черняховского. Там работает наш корреспондент Евгения Бурда. Она на прямой связи со студией. Евгения, здравствуй. Как прошла церемония? Церемонии поднятия флага предшествовала длительная, тщательная подготовка, поскольку украинская сборная решила поднять флаг Игр Непокоренных на рекордную высоту 20 метров. По техническим причинам из-за сильных потоков воздуха побить рекорд не удалось. Они высоко не взлетели, но тем не менее это, пожалуй, было один из оригинальных поднятий флагов среди других сборных. Этот флаг привезли из Сиднея. Такие же получили все сборные, которые будут участвовать в Invictus Games. В этом году их будет 18. На церемонии собралась вся команда, это 15 человек, спортсменов и тренеры. Церемония поднятия флага Игр Непокоренных проводится в знак поддержки и уважения раненых военнослужащих всего мира. Таким образом они отдают дань уважением тем, кто ценой своей жизни и здоровья боролся за мир. И вот что говорят об этом участники проекта Invictus Games. Я прошу прямую речь. Это очень важно для команды, что во всем мире проходит такая акция, в том числе и в Украине. А для нас, для ветеранов, это важно тем, что мы чтим память тех людей, с которыми мы воевали и были ранены. Церемония поднятия флага Игр Непокоренных проводится за два месяца до начала самих соревнований. В каждой из 18 стран, которые будут участвовать в этих соревнованиях, также проводятся такие мероприятия. Invictus Games стартует в Сиднее 20 октября. И наша команда там будет выступать в шести видах спорта. Это уже вторые игры для украинской сборной. В прошлом году украинцы выступали в Торонто и заняли 14 наград. Это был один из лучших результатов в общекомандном зачете. Спасибо, коллега. Это был наш корреспондент Евгения Бурда. Она находится в парке Национального университета обороны имени Черняховского. Там запустили флаг Invictus Games в Сиднее 2018. Последствия сильного ливня ликвидируют во Львове. Накануне в городе выпала треть месячной нормы осадков. Были затоплены 11 улиц. Об этом сообщает пресс-служба главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области. Из потопленных автомобилей и общественного транспорта спасатели эвакуировали не менее 130 человек, из них 15 детей. Сейчас движение в городе восстановлено, сообщил на своей странице в Фейсбуке городской голова Львова Андрей Садовой. 324 человека погибли в результате наводнений в южном штате Керала в Индии. Более 200 тысяч человек остались без крова и сейчас находятся в лагерях, сообщает Би-Би-Си. В районе бедствия работает сотни военнослужащих для помощи пострадавшим от наводнения. В спасательной операции принимают участие вертолеты и более 300 лодок. От наводнения пострадали плантации, чай и кофе, затопленные автомобильные и железные дороги. Главный аэропорт Кералы может быть закрыт до 26 августа. Местная власть назвала это наводнение худшим в штате за последние 100 лет. Похороны жертв обрушения моста в Генуи проходят в городе. Об этом сообщает Reuters. Семьи и скорбящие собираются на церемонию, где также прибудут в ближайшее время президент Италии Серджио Моторелло и премьер-министр Джузеппе Конте. Суббота была объявлена национальным днем траура в Италии. Трагедия произошла во вторник утром. Часть автомобильного моста под Генуи обрушилась. В момент катастрофы на мосту находились десятки машин. Из зоны обрушения были эвакуированы более 600 человек. В городе и окрестностях наготвили режим чрезвычайного положения. Мавки, русалки и перелестники – это жители загадочного природного царства, в существование которых верили проукраинцы. Они ожили на выставке цветов в Киеве. Десятки дизайнеров в течение месяца создавали уникальные экспозиции ко Дню независимости Украины. Результаты их работ видели наши корреспонденты. Древние легенды Украины ожили на выставке «Волшебный украинский миф». Ее открыли ко Дню независимости на спевочем поле в Киеве. У нас 10 районов сделали интересные экспозиции. Готовились к этой выставке порядка месяца. Высажено здесь 200 тысяч цветов. Общая площадь всех экспозиций – 1500 квадратных метров. Каждый район сам выбирал мифического героя и историю, которую хочет рассказать. Чтобы создать эту русалку, у дизайнеров ушло две недели. У нас изображена русалка с длинными волосами во всей своей красе. Мы видим по левую сторону мельницу, по правую сторону реку, которую мы изобразили. Пытались придерживаться абсолютно правдивой истории о ночи на Ивана Купала. Возле каждой экспозиции можно прочитать историю мифических героев, дополненная реальность оживитых. Каждый посетитель может найти что-то свое, близкое по духу и настроению. Нам очень нравится погода, которая способствует. И все очень красиво. Очень нам нравится. Внучки в восторге. С удовольствием фотографируемся. Все замечательно. Выставка будет открыта до 16 сентября. Больше актуальной информации вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. На этом у нас пока все, но буквально через пару часов новый свежий выпуск новостей. Поэтому не переключайте и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин